Приветствую! 23 октября выходит обновление 0.25.0. В этом обновлении будет добавлен тематический режим на Хэллоуин Тени Ужаса. Именно о нем я расскажу подробно в этом видео. За основу режима взят натиск, то есть практически все то же самое, за исключением визуальных отличий в угоду сеттинга, но также некоторых геймплейных особенностей. Если в 22 году, за исключением финального раунда, этот режим толком-то никак не отличался от натиска, за исключением опять же визуала, то в этом году отличий стало заметно больше. Но начну я с заданий, которые нужно выполнять в различных раундах. Задание, где нужно сопровождать вместилище искупления к чаше страданий. Здесь нужно сопровождать эту вазу от точки А к точке Б, но тут есть уникальная особенность. Заключается она в том, что когда вы находитесь в радиусе сопровождения, на вас накладывается негативный эффект, который увеличивает по вам урон. Поэтому сопровождать эту вазу всей командой будет нецелесообразно, ведь зачем получать увеличенный урон всей команде, когда это может делать один игрок, а остальные находиться рядом и просто прикрывать его. Есть еще одна особенность. Если никто не будет сопровождать вместилище, то оно обидится и будет левитировать назад, к точке своего появления. Так что если вы прошли половину пути, то оставлять эту вазу без присмотра я не рекомендую. Доставка куба с демонами. Здесь нужно забрать куб и доставить в зону изгнания. Он не будет запрещать рывок или как-либо замедлять. Он будет вас поджигать, поэтому очень важно доставить его как можно быстрее. Впрочем, огонь наносит небольшой урон, поэтому проблем с доставкой никаких быть не должно. Еще, если куб никем не подобран, он будет создавать время от времени огненную ловушку. Если что, индикация перезарядки будет отображаться на иконке самого куба, так что не будет никаких проблем с пониманием того, когда же будет эта огненная ловушка. Освобождение порабощенных душ. Ну или, если более понятными словами, разминирование бомбы. Просто здесь вместо бомбы клетка, в которой находятся горящие черепа. Видимо, те самые души, которые нужно освободить. В принципе, процесс тот же самый. Идете к одной бомбе, разминируете, потом к другой. Тут их всего две. Единственное отличие заключается в том, что у вас на пути будут появляться турели. Они, как правило, появляются неподалеку от этих клеток. И они наносят, в принципе, не очень большой урон, но при этом будут оглушать спустя несколько попаданий. Уничтожение порталов. Это аналог задания с уничтожением передатчика, чтобы он больше не смог посылать дронов. Только вот вместо передатчика вот такой портал. И не один, а целых три. Ну а вместо дронов-камикадзе летающие черепа, которые хоть и наносят небольшой урон, но при этом оставляют огонь вокруг себя. Если их уничтожать на расстоянии, они также будут оставлять после себя огонь. Уничтожение офицеров. Здесь нужно последовательно уничтожить и добить трёх офицеров. Единственное отличие заключается только в том, что после добивания появляется облако газа. Очищение алтаря порока. Это по сути захват базы в зоне её действия. Чем больше игроков, тем быстрее происходит захват. Но чтобы вы не сидели на месте, периодически с неба вас будет ошпаривать огонь. Теневые оперативники. Это некие мини-боссы, которые появляются в конце каждого раунда, начиная со второго и заканчивая шестым. Под концом раунда подразумевается то, что вы выполнили основную задачу. Появляются они рандомно и не привязаны к каким-либо раундам. У каждого из них есть уникальные особенности, но объединяет их всех большой объём здоровья. В принципе, это не будет проблемой, если играть слаженно и скидываться по ним всей командой. Особенно, если делать это с разных сторон. Потому что они будут постоянно переагливаться, тем самым будут менее эффективными, благодаря чему уничтожать их будет проще. Ну а теперь более конкретизированно о каждом из них. Теневой арчер имеет невидимость, по аналогии как у тени. Стреляет навесной траекторией разрывными пулями и наносит немаленький урон. Также после определённого количества нанесённого по нему урона он телепортируется. Делает это он два раза. На третий раз телепортируется с концами. Теневой старкет после появления начинает вести по игрокам огонь со штурмовой винтовки. Но после того, как у него остаётся половина здоровья, он активирует анимацию, во время которой он неуязвим. После чего начинает бегать за игроками с топором. Также во время этого он имеет некоторое количество резистов от негативных эффектов. Теневой бастион. Благодаря своему щиту имеет неплохую защищённость. Ну а также может включать периодически свою способность, с помощью которой отражает урон. Как вы видите, его можно неплохо и ножом поковырять, особенно если всей командой вкатить, его можно быстро убить, потому что он начинает переагриваться с одного на другого игрока постоянно, из-за чего не может нормально атаковать. Теневой Мигель. Ключевой особенностью является то, что он может себя лечить дроном, поэтому важно убивать его как можно скорее, чтобы он не успевал лечиться. Ну а также он стреляет с зажигательными патронами, но поджигает не каждым выстрелом. Ну и финальная битва на шестом раунде. Сначала выходит Фобос или Деймос. Деймос отвечает за огонь, поэтому соответственно он кидает вас горящими черепами, ну а также когда под ногами появляется оранжевый кружочек, значит из-под земли может вырваться огонь. Стихией Фобоса является холод, соответственно он может бросаться в вас снежками, тем самым накладывая эффект замерзания. А если под ногами оперативника белый кружок, значит из-под земли могут вырваться огромные сосульки, которые замуруют его, и по ним нужно стрелять, чтобы сломать их, ибо если этого не делать, оперативник замерзнет. Радиус действия данных способностей выделен красной границей, поэтому если вы выйдете за них, то вас не поджарит огонь из-под земли и не замуруют сосульки. Правда, конечно, радиус действия достаточно большой. После того, как вы одолеете одного босса, выйдет рандомно теневой оперативник, и кроме Арчера. Потом, когда вы одолеете второго босса, выйдет еще один теневой оперативник, ну и после его уничтожения откроются ворота, и выйдут оба босса, Деймос и Фобос. И если до этого вас атаковали сначала огнем или холодом, то теперь вас будут сразу атаковать и огнем и холодом одновременно. Нужно будет уничтожить их, добить и забрать ножи, ну а там считайте, что победа. Ну и еще парочку особенностей данного режима. Здесь есть ящики с боеприпасами, но необычные. Если вы будете с них подбирать патроны, то на вас будет накладываться штраф к максимальному здоровью, как в спецоперации. Но, чтобы совсем худа не было, патроны будут выпадать из ботов. Их можно подбирать абсолютно безнаказанно, они пополняют один магазин для всей команды. И тут вам совет. Берите Барейру и Бишопа, так как у них один магазин на 200 патронов. И с одного бота вы будете пополнять полностью весь магазин. Очень даже выгодно. Нехватки патронов не будет. Эксклюзивно для этого режима появятся новые резервы. Ознакомиться вы можете с ними на экране и с их ценой в том числе. Как вы видите, на витрине купить их можно только за золото. Хотя, конечно, бесплатный вариант тоже будет. Например, за первый, третий и пятый этап ежедневных заданий. А также второй и третий этап еженедельных заданий. Но это так, капля в море, особенно если играть очень много в данный режим. Также будет возможность обмена. Ящики с боеприпасами на серебряные пули, а сумки с броней на золотую броню. Правда вот, услуги обмена не очень-то и выгодные. Что касаемо самих резервов, насколько сильно они будут влиять на геймплей. И я скажу так, они достаточно сильно будут упрощать игровой процесс. Потому что с этими резервами у вас не будет нехватки патронов. У вас не будет штрафов на здоровье. Вы можете спокойно этими волшебными аптечками снимать эти штрафы. И спокойно тем самым брать патроны из ящика. Вообще ни о чем не парится. Плюс к тому же еще есть, например, защитный купол, который вы ставите. И боты вас вообще не видят, а вы по ним стреляете. То же самое применимо к боссам. То есть вы ставите прямо перед боссом этот купол. И спокойно всей командой зажимаете в него. Он вообще никак не реагирует на вас. То есть нехило так-то, да? Единственное, чем эти боссы смогут вас атаковать, так это своими способностями. Вот от них купол вас не защитит. В итоге получается такая вот история. Если вы играете с обычными резервами и у вас не получается. Вы постоянно проигрываете. Покупаете эти волшебные резервы. И все. Шансы на победу у вас кратно увеличиваются. Что касаемо наград, то я думаю вы всех прекрасно видели. Ну а если не видели, то я могу их опубликовать в своей группе ВК и Телеграм-канале. В принципе материал по ним я записал. Просто растягивать хрометраж этого видео я не хочу. Плюс еще нужно как можно скорее его выпустить. Я и так запаздываю в этом плане. Поэтому не до них, скажем так. Что касаемо экономики самого события, то тут ничего нового нету. Есть тыковки, вы делаете победку в режиме, получаете 100 тыкв, хотите больше. Покупаете бустеры, получаете в 5 раз больше 500 тыкв. И идете покупаете различные плюшки в праздничной витрине. Также ввиду дня рождения калибра, которому исполняется 5 лет, будет еще одна валюта, жетоны дня рождения. Которую можно будет фармить в ежедневных заданиях. Ну а также купить из-за золота на праздничной витрине. Эти жетончики тоже там можно тратить. То есть получается эта витрина объединена. Там можно тратить как и ловинскую валюту, так и валюту дня рождения. Ну а у меня на этом все. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok